Лекция по Шримад Бхагаватам Первая песнь, глава 8, текст 39 Прочитана Его Божественной Милостью Аче Бхактивдантой Свами Прабхупадой 1 мая 1973 года в Лос-Анджелесе Перевод О Гададхара, Кришна, наше царство сейчас отмечено следами Твоих стоп, и потому все в нем прекрасно, но когда Ты покинешь нас, оно уже не будет таким. В Чанаке Шлоке есть очень хороший стих. Когда с кем-то у Вас очень близкие отношения, то все, что с ним связано, кажется Вам прекрасным. Например, ночью небо становится прекрасным, когда восходит луна. Это может понять каждый. Небо есть. Огромное небо. Ночью. Но ночью полнолуния, когда светит луна и звезды ярко, все кажется таким прекрасным. Точно так же государство кажется очень хорошим, если его правительство ответственное, если у него хороший царь, хороший президент, тогда все счастливы. Все. Жизнь протекает очень хорошо. И так же девушка выглядит очень красивой. Девушки красивы от природы, но девушка становится красивее, если у нее есть муж. Если человек, каким бы неприглядным он ни был, если он является образованным ученым, он красив. Точно так же все будет казаться очень красивым, если в этом есть Кришна. Итак, Кунти Деви рассуждает, когда Кришна уедет, наше царство потеряет всякую красоту. Пока Кришна с нами, Пандавы, наше царство, Хастинапур, все это красиво. Говорится, Кришна, сейчас ты находишься в нашем царстве. Ты ходишь по нему, оставляя свои следы, ты все делаешь прекрасно. У нас достаточно пищи, фруктов, воды. Все выглядит таким очаровательно. Но когда ты оставишь нас, эта красота уйдет. Так она говорит. Оно потеряет всякую привлекательность. И так это относится не только к тому времени, когда Кришна был на земле, и Кунти разговаривал с Ним. Не подумайте, что только тогда истина была. Она была всегда. С развитием нашей цивилизации. Если мы не сможем поместить Кришну в центр нашей жизни, в сознание Кришны, наша жизнь никогда не станет красивой. Такова философия. Привнесите сознание Кришны в свою жизнь. Практически каждый может оценить это. Вы, все юноши и девушки, когда вы не знали сознание Кришны, просто вспомните, вы были красивы. Но в настоящий момент, поскольку вы обрели сознание Кришны, вы стали прекрасны. Это факт. Никто не может его отрицать. Сравните других юнош и девушек с девушками и юношами, которые находятся здесь. В вашей стране вас называют светлолицами. Вы знаете в новостях, в газетах? Да, в Филадельфии одна женщина спрашивала, вы американцы? Возможно, вы знаете об этом. На самом деле, ваши сограждане, разумные люди, те, кто разумен, они понимают, как эти юноши и девушки стали такими красивыми, счастливыми. Дело в том, что в настоящий момент в вашей стране все молодое поколение, в большинстве своем, сбиты с толку, тратили всякую надежду. Мы видим каждый день их угрюмые, мрачные лица. Почему? Потому что они не видят сути. В их жизни нет цели. Но эти преданные, преданные Кришне, выглядят такими прекрасными. Почему? Потому что у них есть Кришна. Только и всего. Это факт. Любой здравомыслящий человек признает это. И так, то, что мы наблюдаем сейчас, и то, что было раньше, пять тысяч лет назад, когда Пандавы были на земле, и Кришна находился в центре, все было прекрасным. И это возможно осуществить в любое время. Кришна всегда есть. Нужно лишь пригласить Его. Мой Господь, пожалуйста, приди и стань в центре моей жизни. Ничего больше не требуется, и все станет прекрасным. Иногда я привожу вам пример. Есть ноль, 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 лишен какой-либо величины, но поставьте единицу перед нулем, и он станет прекраснее в десять раз. И так, я хочу сказать о том, чтобы вы делали то, что вы делаете, не нужно останавливаться. Мы никогда не призываем прекратить всякую материальную деятельность, но мы должны прекратить все, что противоречит сознанию Кришны. Мы не прекращаем свою деятельность, но это не означает, что мы не будем прекращать есть мясо. Мы должны прекратить это, потому что это противоречит нашему развитию в сознании Кришны. Мы не можем совершать греховную деятельность. Кришна говорит, Кришна говорит, «Придайся мне, и я спасу тебя, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов». Каждый из нас из жизни в жизнь совершает грехи. осознанно или неосознанно. Умышленно я могу убить какое-нибудь животное. Это, конечно же, грех. Но даже если я это сделаю неумышленно, это тоже грех. Например, когда вы идете по дороге, вы убиваете множество муравьев неумышленно. В наших обычных, повседневных делах, приготовляя пищу, выпивая воду или пользуясь пестиком и ступкой для того, чтобы мельчить специи, мы убиваем множество животных. Таким образом, пока мы не обретем сознание Кришны, мы будем ответственны за это неосознанное совершение грехов. Конечно, грех это сознательно совершать грех. Это факт. Но даже если вы неосознанно это делаете, как, например, огонь, если ребенок неосознанно прикасается к огню, означает ли это, что огонь простит ребенка? Нет. Закон природы очень строг. Нет, нет оправданий. В обычном законе тоже невежество не является оправданием. Если вы отправитесь в суд и вы скажете «Ваша честь, я не знал, что таков будет результат этих действий, что это преступно, вас не послушают, вас не простят». Поэтому нужно обладать сознанием Кришны. Если мы действительно хотим освободиться от последствий наших грехов, которые мы совершаем осознанно или неосознанно, то мы должны обладать сознанием Кришны. Кришна говорит «Аханг-тванг сарва-папи бха-мок-хри-шаги». Поэтому советуется «Киртани-сада-хари». Всегда нужно повторять «Хари-кришна-хари-кришна-кришна-кришна-хари-хари-хари-раха». Чтобы Кришна спас нас, осознанно мы не можем совершать никаких грехов. Это одно. Но и неосознанно мы не можем совершать. Мы будем отвечать за это. Поэтому, если вы остаетесь в сознании Кришны, если вы всегда храните Кришну в своем сознании, то есть, когда солнце светит, не может быть места тьме. Аналогично, если Кришна-Сурья, Солнце Кришны, таков наш девиз в журнале «Обратно к Богу». Кришна-Сурья – сам Аммайя-Андакара. Кришна подобен яркому солнцу, солнечному свету, а Майя – невежество, сравнимо с тьмой. Но пока светит солнце, не может быть тьмы. Точно так же, ваше сознание всегда должен пребывать Кришна, и тогда не будет никакого невежества, никакой тьмы. Вы будете идти смело под ярким солнцем Кришны. Но не пытайтесь избавиться от Кришны. Такова молитва, Кунти. «Мой дорогой Кришна, ты собираешься в дварку». Это пример. Кришна не уезжает от Пандавов. Например, во Вриндаване. Когда Кришна покинул Вриндаван, чтобы уехать в Мадхуру, в шастре сказано, «Бриндаванам париттаджья на падамекам гаччати». Кришна не делает даже и шагу из Вриндавана. Он не уходит оттуда. Он настолько привязан к Вриндавану. И если мы видим, что Кришна уехал из Вриндавана в Мадхуру, как это понимать? Он так далеко уехал. И не вернулся в течение многих лет. Нет. Кришна в действительности не покидал Вриндаван. Потому что с тех пор, как Кришна уехал из Вриндавана, все обитатели, все гопи, они только и думали о Кришне и плакали. Мама Яшода, Нада Махараджа, Радхарани, все гопи, все коровы, все телята, все пастушки только и делали, что думали о Кришне и плакали, испытывая разлуку с Ним. Кришну можно почувствовать. Кришна может присутствовать еще более явственно в чувствах разлуки. Таково учение Чайтанна Махапрабху. Мы должны любить Кришну в разлуке с Ним. Например, Чайтанна Махапрабху, испытывая разлуку, говорил, Говинда Вирахенаме, он думал, все стало пустым без Говинды, без Кришны. Все опустело, но сознание Кришны есть. Осталось сознание Кришны, и это высочайшее совершенство. Когда мы перестанем придавать значение всему, и только сознание Кришны будет в нашей жизни, это величайшее совершенство. Это уровень гопи, поэтому гопи настолько возвышены. Они не могли забыть о Кришне ни на секунду. Кришна ходил в лес, пасти коров и телят, а гопи оставались дома и испытывали волнение ума. О, Кришна ходит там босиком, а там столько камешков, галечек, колючек. Они прокалывают лотосные стопы Кришны, которые настолько мягки, что даже наша грудь кажется ему твердой, когда он кладет на нее свои лотосные стопы. Тем не менее, он ходит по лесу. Их поглощали, эти мысли, и они плакали. Они так сильно желали увидеть, как Кришна возвращается вечером домой. Они становились на проходе, на крыше и смотрели, как Кришна возвращается. Это сознание Кришны. Кришна не может уйти из жизни преданного, когда он всеми своими мыслями погружен в него. Таков путь сознания Кришны. Так здесь Кунти Деви очень обеспокоена тем, что Кришна собирается уехать. Но в результате этого, если Кришна уедет от них, они еще явственнее будут ощущать его присутствие в своем сознании. Итак, учение Чайтани Магапрабху, это Випраламба Сева. Он продемонстрировал это на своей жизни. Он ищет Кришну. Как этот стих начинается? Чакшуша правришайтам Слезы текут из его глаз, подобно ливню. И он чувствует, что весь мир опустел без Кришны для него. Он чувствует сильную разлуку. Випраламбу. Итак, Самбхога и Випраламба. Есть две ступени, два уровня встречи с Кришной. Самбхога. Это когда Кришна присутствует непосредственно. И он лично разговаривает, встречается с преданным, обнимает его. Это называется Самбхога. Есть также Випраламба. Милость Кришны проявляется двумя этими способами в жизни преданного. Настоящий момент, когда мы находимся в материальном мире, мы не видим Кришну непосредственно. Мы видим Кришну, как, например, я объяснял на пляже. Мы видим Кришну косвенно. Например, если вы видите Тихий океан, вы можете помнить Кришну сразу же, если вы продвинуты. Как вы можете помнить о Кришне? Это называется медитация. Это не обман, не жульничество. Это медитация. Вы можете думать о Тихом океане. О, это огромная стихия воды, огромные волны. Я стою от него в нескольких метрах, но я в безопасности. Я в безопасности, потому что я убежден, что этот океан, каким бы могущественным он ни был, какими бы устрашающими не казались его волны, я уверен, что он не достигнет меня. Как это происходит? Ясягьяя по воле Кришны. Кришна приказал, дорогой Тихий океан, ты можешь быть очень большим и могущественным, но ты не можешь пересекать эту линию. И так вы можете сразу же вспоминать о Кришне, о Боге. Бог настолько могущественен, что даже Тихий океан подчиняется его воле, воле Кришны. Так вы можете думать о Кришне, это сознание Кришны. Вы видите, как восходит солнце, и сразу же можете вспоминать о Кришне. Если вы читали Бхагавадгиту, там сказано прабхасми, шаши, сурья йох. Я свет солнца, я свет луны. Итак, если вы научились видеть Кришну, вы можете видеть Кришну в солнечном свете. Вы не создавали света солнца, вы не создавали солнца. вы так называемый ученый, вы можете жонглировать словами только, но знание солнца выходит за пределы ваших способностей. Это выше ваших способностей. Вы не можете познать его, но вы можете понимать. Шастра йонитват, Веданта Сутра говорит, с помощью шастры вы можете получить знания. Например, в Брамасамхите сказано о солнце так. ячакшри сасабита сагалаграх граханаг рая самаста сурамурти аси сутир я жасхаг брахмати санг притакала чакра говиндамад пурю жамтамах бханами изучите ведические писания в них сказано о солнце они описывают солнце как глаза всех планет подумайте об этом да это факт потому что если бы солнце не взошло вы не сможете видеть ночью это невозможно и что такое солнце солнце это глаза господа луна это один глаз солнце второй и в ведах в панишаде говорится когда кришна видит только тогда вы можете видеть только когда кришна видит кришна видит своими глазами солнцем и тогда вы можете видеть это факт вы не можете видеть что-либо если если Кришна не видит этого. Подумайте о Солнце. Что такое Солнце? Это царь всех планет. Раджа. Раджа значит царь. И какова природа Солнца? Ашеша Тейджа. Оно бесконечно горячее. Ашеша Тейджа. Какова его функция? У Солнца есть своя орбита. Бог приказал, двигайся в пределах этой орбиты. Никуда больше. Ученые говорят, что если Солнце немного сдвинется в сторону, вся Вселенная будет сожжена. Если оно сдвинется в другую сторону, вся Вселенная замерзнет. Но по воле Всевышнего, оно не отклоняется со своего курса, даже на десятитысячную часть сантиметра. Оно идет ровно по своей орбите. Ровно в установленное время, в 5.30 оно должно взойти. Мы наблюдаем здесь строгую дисциплину, повиновение определенной воле. И так Шастра говорит, почему указанию Солнце движется по своей орбите. Говинда Мадипуру Шамта Махамбаджами. Я поклоняюсь этому изначальному, кто дает указания даже Солнцу, даже океану, даже Луне. Все движется по его воле. Разве трудно понять Бога? Ничего трудного. Если у человека есть здравый рассудок, если у него есть серое вещество в голове, а не испражнение, он может понять Бога на каждом шагу, на каждом шагу. Там все объясняется. Почему они лгут, говоря, я не видел Бога? Почему вы не можете увидеть Бога, как Бог направляет вас? Почему вы выдумываете свои способы? Вы не можете видеть Бога, пользуясь своими методами. Это невозможно. В таком случае вы всегда будете оставаться слепыми. И это происходит в настоящий момент. Так называемые философы, ученые пытаются увидеть Бога по-своему. И разные негодяи поддерживают их в этом. Говоря, вы можете найти Бога своим способом. Это невозможно. Вы не можете увидеть Бога, пользуясь своим методом. Вы должны увидеть Бога, пользуясь его собственным способом. Тогда вы сможете его увидеть. Кто вы такой? Например, если я хочу увидеть президента Никсона, разве могу я его увидеть, пользуясь своим способом? Как же тогда вы сможете увидеть Бога, пользуясь своим методом? Разве это не невежество? Я не могу увидеть даже обычного человека, занимающего высокий пост, пользуясь своим методом. Я должен подать заявление на прием, секретарю, мне назначат определенное время и так далее. И при этом я ожидаю увидеть Бога, пользуясь своим способом. Эти негодяи поддерживают это, говоря, что вы можете по-своему увидеть Бога, говоря, что все пути авторитетны. Это просто невежество и обман. Мир наполнен невеждами и обманщиками, поэтому сознание Бога, сознание Кришны стало некой туманной идеей. В противном случае, если человек хочет увидеть Бога, как Кунти Деви просит об этом, он может всегда хранить Бога в своем сердце. Бог всегда там находится. Поэтому мы должны следовать поступам таких, как Махараджа Амбариша. Мы можем пользоваться своими чувствами в сознании Кришны. Прежде всего, мы должны сосредоточить свой ум на лотосных стопах Кришны. Ум является центром всякой деятельности чувств. Если ваш ум отсутствует, несмотря на то, что у вас есть глаза, вы не сможете видеть. Если у вас есть уши, вы не сможете слышать. Поэтому ум считается одиннадцатым чувством. Из десять чувств, пять действующих, пять познающих. И ум является центром. Так в Бхагавадгите обо всем сказанным. Кришна объясняет, что мы считаем свои чувства очень важными. Однако выше чувств есть еще более высокая материя. Это ум. Выше ума находится разум. И выше разума душа. Как же они смогут понять существование души, если они не могут понять даже психологических движений ума? А выше ума находится разум? Самое большее они могут подняться на интеллектуальный уровень. Но нужно идти дальше, выше интеллектуального уровня, чтобы понять, что такое душа и что такое Бог. В противном случае это невозможно. все есть, но мы должны понять, пользуясь правильным источником. Поэтому веды сообщают Так предписывают веды. Если вы действительно серьезно намерены понять сверхъестественные трансцендентные законы, вы должны обратиться к истинному духовному учителю. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok